Друзья, здравствуйте! Сегодня 23 мая. Вчера был вебинар. Вы помните, что меня не раз говорили Отчитывайтесь, отчитывайтесь, как идут дела. Многих это интересует. Ну и если уже интересует, то пусть это будет все-таки такой, такие учебные фильмы. Что-то мы увидим, узнаем. Может быть то, чего сейчас еще до этой минуты не знали. Давайте попробуем. Итак, один из моих участков. Вот он. И мы будем поглядеть. И давайте подряд. Персик пережил зиму в таком виде. Привитый. И странно, но он живой. Вот. Я сюда посмотрю, на что его привал. Или на мажорский абрикос, или на сливу. Вот видите, прививка в расщеп. Да? Заметно? Вот это тоже учеба. Я его уже боюсь гнуть. По-хорошему надо было прятать его под снег. Ну, пусть на выживание. Все-таки они закаляются. Дальше пойдем. Вот это абрикос. Один из необыкновенных сортов. Вот. Это из это, из сада пианиста. У него два моих сорта. Два сорта перепьева. И один неизвестно откуда. Вот этот, который неизвестно откуда, я перенес сюда, себе. Он не красавец. Он середнячок. У него есть одно качество. Он очень рано начинает свистеть, рано плодоносить. Я считаю, что это не минус, а наоборот плюс. Бывает все, друзья, наоборот. То есть, вот он взял, пережил зиму, весну. И уже когда отплодоносил, о нет, когда заплодоносил, уже цветы отпали, появились плотики. Вот это только мороз, который заденет, допустим, другие сорта. А он может оказаться наоборот. Только то, что он ранний, поэтому он и с плодами окажется. И такое может быть. Так, давайте посмотрим ближе. Вот. А ну-ка, прививка. Я уже не буду там внутри написать какие-то прививки. Живая. Это прививка врачеб, видите. Значит, еще не постарел железок. Вторая. Живая. Вот. А прошлогодняя прививка вот она, видите. Вот, вот, вот. Причем я не знаю, не буду сейчас смотреть, но похоже, что это академик. Один из вариантов академика. Почему? Вот, когда вот такая вот, именно такой цвет кора, после зимы, вот это вот, есть какой-то из признаков. Так. Ты хватит подлизываться. Выше лови. Ходишь тут. Так, это я не вам. Еще прививка. Вот, некоторые пришла поздно посылка. Нет, пошла. Нет, слушайте, оказывается, мастерство-то и не пропьешь. Ура, пока все. Идем дальше. Здесь отклонение от темы. Итак, могучий, очень могучий муравейник. И в прошлом году он так скрутил, тля скрутила эти самые листья, что я думал, что водочная вишня погибнет. Нет, помогать не помогал, еще чего. Пусть сама выживает. Выжила, муравейник остался муравейником. Вот он, видите. Вот, а я мог их прогнать. Стоит только нарушить, они уходят. Я его не трогал. Видите, даже палка как. Когда-то она стояла, сейчас отгнила. Так и стоит. Вот, ну и собирается плодоносить. И так муравейник не погубил дерево. А я люблю муравьев. Ну, давайте смотреть сюда. Ну, тут без сомнений. Вот это уже надо снимать. Почему? Сейчас где-то плюс 20 на солнце. Пора снимать. Что-то я проворонил. А, почему я проворонил? Сегодня 23-й. Числа 25-26. Я жду все-таки телевизионный канал во главе с Кундасевым. Владиславом. Я хотел все это при нем показывать, рассказывать. И посмотрите, что такое настоящее садоводство. Вот это третий этаж. Естественно, привитный на маньчжорский абрикос. Вот это мощный побег. Вот это получилось вот такое дерево. А сорт, а вот он. Ну, как же они познакомятся. Вот. Да, ему три года. В этом году еще плодов не будет. То есть академик ПП, пианиста. Вот. Это суперсорт. Вот. Ну, а дальше что? Вот он третий этаж. Смотрите, живо. Живо. Раз. Вот, вот, вот. Вот. Вторая. А вторую я показывал, как говорил, надо срочно снимать. И уже в прошлом году третий этаж уже не создавался. Вот он, видите. Вот даже интересно, что здесь написано. Надо уже вешать постоянную бирку. Потому что прививка прижилась. Она была бы мощнее, но, как видите, прививать надо на такие. Но у меня уже не хватило здоровья и пороха. Вот на такие мощные. А она была поменьше, потоньше. И дала вот такие вот приросты. Вот такие вот небольшие. Ну, давайте мы пусть умрем. Или не будем умирать. Так. Академик. На академика пианиста привит классический академик. Вот. Люблю вот так вот. Это я называю метатыка. Сперва привел, а потом думаю, ну, что-то мне это надо было. Идем дальше. Так. Значит, вот это пока без комментариев. Растет себе груша, никому не мешает. Вот. Зачвела груша лесная красавица. Вы видели? Здорово, да? Ой, какая она вкусная. Ой, какая вкусная. Что еще вам показать? Что тут еще интересно? Вот это вот прошлогоднее укоренение с листом в июле месяце. Почему такие маленькие жильники? В прошлом году ни одного дождя тут не было. На все лето. Один маленький. И как результат ни черта не застыли. Поливали колодезной водой. Вот что получили. Уже сейчас они должны были быть товарные. А они вот пока только... Ну, к осени уже можно будет продавать. Это смородина. Что еще показать вам? Вот. Особый расчет вот на это. Я сюда вживил абрикосы, которые могут быть теоретически грамм 103-150. Смотрите. Вот это... Не обращайте внимания на эту левую веточку. Это просто, чтобы удобнее было. Я заодно и просто огрызок, видите. Как бы это... Подвой. А прямой вот он. Но... Хотя пришла бы совершенно безжизненная веточка. Но, по-моему, что-то она собирается все-таки проснуться. Это чудо. Я еще надеюсь на это чудо. Прививка на абрикос. Прививка... Прививка сливы венгерки Грация. Вот она, прививка в расщеп. И вот она в первое цветение. И второй год пошел. Ладно, посмотрели. Идем дальше. Вот это мне интересно. Здесь была вишня. Молодая, при корневой отводах. Я вам показывал, угощал. Прекрасная вишня. Чуть-чуть крупнее, средней. Потому что вживлял, вживлял у нее черенки и черешни. Не вживились, но вишня стала крупней. А вот это корневые отводки от нее. Ну, посмотрим. Так. Ни жила, ни мертва. Это черешня. Вот она. Все. Отныне здесь будет жить черешня. Хорошо видно, нет? Вот она, вот она. Кот, ну-ка, дай им тебя. Ну, что это за самое? Лезет в этот самый. Или кошка до сих пор, не знаю. Вот. Тоже любит сниматься. Так. Состоялось. Потому что здесь, годом раньше, была у меня катастрофа. Здесь таких было примерно, вот тут вокруг, штук 8-10 этих корневых отводков. Вот это вишни. Я все привел черешни, все мертвой. И вот только сейчас у меня, еще раз полюбуюсь. Только сейчас у меня пошла вот эта. Вот. И у него будет большое будущее. Настоящая черешня. А так как по двое вишни, которая никогда не замерзает, то это здорово. Так. Ну, смотрите сюда. Все это отрезалось. Все живое. Здесь нет ни одной сухой ветки. Это они уже в последние минуты были отрезаны. Так как я не мог понять, где резать. Долго колеблялся, колебался. Отрезать или нет. Дать простор прививкам. Все-таки в последний момент, он видите, уже засветал. Я все-таки часть по двое убрал. Вот пересаженное дерево. Что с него будет? Смотрю, непрекаянное, никому не нужное. Нашел ему место. Вот. Это потому, что умудрились не купить покупателя, приезжая к Сергею. А так вполне прилично саженец. Народ не любит горбатые. Смотрите, видите. И вот все, что горбатые, мне достается. А я только хихикой руки потираю. Вот. Это у меня... Это у меня... Бешерки тайка зацветает. Видите? Если вы посмотрите, они все отклоняются от солнца. А точнее, на солнце пытаются попасть. Их от солнца защищает это могучие деревья. Это вишни и прочие деревья соседа. Царство ему небесное. И вот, что вы видите, как они отклоняются. Вот обратите внимание, тенденция. Это же не случайно. И еще одно маленькое замечание по строению дерева. Вот сказали, что это такое. Вот он, абрикос. Рос себе. Рос. Вот он, видите. А веток нет. А я же противник отрезать ветки на штамбе. Противник. И почему здесь получилось до высоты моей головы? Видите? Нету скелетных веток. Ну, не считая одной, вон, то и полутора маленьких. А все по этой причине. Чтобы не давать ветки в тени. Вот же тень. Обратите внимание. Еще не распустились листья. Еще жиденько все это. Жиденько. Но скоро затянет полностью. Листьями. Вот она, черемуха. Вот. И это будет следующая тема. Черемуха. И вот получается, что она будет, во-первых, отклоняться. Во-вторых, только с высоты полутора и больше метров она дала скелет. Вот видите? Видите, да? Вот это обратите внимание. Выравнивать. Видите, она как получилась? Вот палка, да? Она уже, палка ее не держит. Давай-ка мы ее вытернем. А теперь сделаем вот так. Все-таки наклон к чересчур. Давайте сделаем вот так. Сейчас. Сделаем вначале. Мне же как, Олег Константинович. Это. У вас плохие некачественные съемки. Наймите настоящего оператора. Я сказал, да, пожалуйста, пришлите деньги. Я найму. Вот. До того не люблю бесплатные советы. Вот видите? Теперь все-таки уже как-то ровнее будет. Что еще интересно? Ну, например, так, а, чуть не пропустил. Жердель настоящая. Она хорошо цвела. Посмотрим, будут ли плоды. Да, будут. Будет плохо видно, потому что у нее сейчас такой парик, когда отцвела. Но еще плодики млюхоньки. Вот. А вот смотрите, что было. Это с юга Украины. Юг Украины. Крымсунская область. Это 200-300 км от Крыма. Мои попытки перее... Все-таки сделать ее более культурной. Это жердель украинскую. Раз, два, три. Все привыкли мертвы. Не хочется дальневосточными сочетаться. Не хочется. Вот так вот. Но я оставил ее в покое. Живи, радуй. Все-таки это доказательство того, что в Сибири можно выращивать южную. Ее мама была привита на манжурцы. Значит, не где на манжурцы. Она не думает замерзать. Она даже цвела. Вот, смотрите. Сейчас плохо видно, но она правда цвела. Вот. Еще небольшой обходик продолжаем. Надеюсь, вам это будет тоже интересно. Значит, еще прививка. Вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я говорю, я поздно прививал. О, жива. Ага. Ладно, идем дальше. Вот. Это уже смотреть не буду. Что-то такое. Чего-то растет. Какой-то сорт абрикоса. Никому не мешает. Вот. Далее. Далее, далее. Ага, чуть не прошел. Ко мне прислали черенки персика. Культурного. Вот. Несколько уже выкопал. Рассадил прям тут же. Как только зазенелили почки. Вот один остался. Смотрим, живой. Ну-ка. Живой курилка. Плохо видно, но живой. Почки живые. Вот эту почку ниже. Вот эту я обламываю. А вот это будет развиваться. Почему медленнее? Те-то уже успели зазеленеть. Тень. 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 А вот этот. Я не стал тут делать прививку в расщеп. Жалко было. Я сделал вот тут прививку. Вот здесь. Это называется прививка в скелет. Вот видите. Живая. Пошла в рост. Перчик пошел в рост. Но его все равно отсюда убирать надо. У меня пока сил нету. Я устаю сильно. А 5 минут работая с лопатой. Наступил такой период. Но его надо пересаживать срочно. Идут последние дни, когда еще можно пересадить. Вот сейчас убедился, что жива. Я никогда не тороплюсь в этом плане. Что вот эта вот жива. Показал вам с той стороны. Вон она. Вон она. Вот. И через день-два будет пересадка с большим комом земли. Вот этот момент. Идем дальше. Вот интересно, да? Скелетная прививка яблони. Посмотрите. Вот беречка. На ней что-то хитрое написано. А сама прививка в скелет. Вот так выглядит. Смотрите. Учеба есть учеба. Видели? Вот так выглядит. Кстати, ничего хорошего. Когда вот здесь вот. Калус. Видите? Это значит, что она плохо приживалась. Неполноценная. Для меня это не то, что на троечку. Да, на троечку. Живы же. Живы. И все равно мне неприятно из-за того, что калус сильно толстый. Все-таки не то. Но еще есть вторая причина. Калусообразование. Радуста не надо. Да, калусообразование ниже морозостойкостью. У его это. У самого калуса. Вот. Но главное-то не это. Главное другое. Это от того, что у них неполная биологическая совместимость. И кого я привил? Заилиска. Заилиска я привил. Это, наверное, летний сорт. Привил зимний. Ну, кто-то меня отругает. А у меня по принципу тысяча там видно будет. Я не вникал. Летний на зимний, да, уже не совсем то. Есть такое поверье, что летний на летний, осенний на осенний, зимний на зимний. Лучше поживется. Ну, здесь я это нарушил. Отделался толстым калусом. Зима перезимовала. Вот они. Зацветают. Смотрите. Вот это цветы. Вот. И еще, ребята, я вам тысячу раз говорил, буду говорить. Прекратите, не всем, а вот так называемым всем херней заниматься. Прекратите учить, окарачивать ветки. Сейчас я показываю вам, мне просто удачный пример. Везде, везде, где бы вы ни обошли. Внимание, всем внимание, внимание. Кончики веток, внимание, внимание. Вот, это видите, это я случайно обломал. Жалко. Вот она. Цветы нет? Ну, смотрите в глаза. Так какого хрена вы учите их отрезать? Все до единого кончики веток. Все до единого. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, что, дальше тыкать? Вот. Все они до единого дадут плоды. Вот. А вы думаете, что их надо бесконечно уничтожать, уничтожать, уничтожать. Здесь вы видите обрезанное. Это нет хорошей жизни. Это значит, я сейчас уже не помню, что это за сорт. Вот. Видите, отрезанное. Это уже на прививку отрезанное. И посмотрите, как отрезанное. Вот так отрезанное. Вот. Поэтому еще раз призываю вас, не лезьте к дереву. Если только обрезать, то только при посадке укорачивать, как я учу. Вот. И, кстати, сразу вот прививка прошлого года. Я в этом году уже плоды попробую. Видите, все тут светает у прививки. Ладно, я разволновался. Как вспомнишь, как они учат это, деревья калечить. Это, причем, без всякого понимания, что приросты на яблони, приросты дают такие чудеса, что нельзя этого делать ни в коем случае. Вот. Причем на многих сортах. Ну, давайте еще походим, походим. Вот. Смотрите. Вот здесь груша. Что груша, которая... Сейчас не буду вникать. Кстати, я совершенно... Привет, приятель. Вот он, видите. Я абсолютно... Вот вредит он. Или наоборот. Мне кажется, что он нектар пьет. Вот он замер в такой позе. Да живи ты ради бога, если бы ты даже сожрал бы это со свете, ну и жри ты, и живи хорошо. Ничего не делаю. Яда нет, вообще нет. Вообще никакого. Вот. Ну, я отвлекся, увидел вот эту... Как их зовут-то, что-то, кто знает. Я в них не разбираюсь. И тогда, получается, следующее. Цветет явно летний сорт. А на него что привито? А на него привит вот этот сорт. А он еще только-только листики закладывает. Это значит, что он уже не летний точно. Внимание. Киган Подмосковья. Вот прививка. Прививка вращеб. Видели? Вот. Киган Подмосковья. Вот он, красавец. Этот третий этаж. Потому что все это вместе привито на Ушилийскую дикую грушу. Вот. Она пыталась победить, но я ей не дал победить. Но, все-таки, учеба есть учеба. Никогда. Вот она дикая пытается заменить. Не лезьте. Это тоже мне это... Звезда экрана. Уходи. 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 Это я не вам. Это я коту. Значит, никогда нельзя делать обрезку на кольцо. Никогда. Вот столько оставляйте. Вот это все будет тоже давать глюкозу. Пусть она не очень вкусная. Даже скорее, даже очень невкусная. Но если уж сразу от нее не избавились. Сразу. Теперь ее надо терпеть, не давая ей сильно развиваться. Вот. Может она сильно помешать. Ну, по объему кроны это процентов 5-10 от вот этого. Вот. Но опоздал я ее отрезать. Только подрезал. Все. Угнетать. Не давать развиваться. Точка. Но отрезать целиком нельзя. Та самая рана вот здесь. Она опасна невероятно. Страшно опасна. Ее делать нельзя. Там рана за кольцо это одна из самых подлых в вечернем свете. Узаконенная, к сожалению. Узаконенная. Наука. И не какими-то там этими как их называют-то от самой осадики осадила. Не какими-то этими самозванцами. Наука и узаконена. Вот все страшно. Ну что. Время идет. Через 4 минуты отключится сам этот самый видеокамера. А я показываю вам. Вот они белеются. Это красота. Это молодые венгерки. Тут венгерка по-моему венгерка по-моему венгерка венгерка венгерка. На букву S. Не, я уже не разберу. Но это надо специально глядеть. Сергей делал. Вот. Нет, мне стало интересно еще ничего не могу чтобы поделать. Уж такой я родился. Венгерка Сорочинская. Во. Венгерка Сорочинская. Так. Вешаем на место. Вешаем на место. И осень я буду угощать вас виртуально плодами. Вот вторая венгерка. Ну-ка какая тут у нас целая коллекция. Вот. Это венгерка Грация. Вот. Хорошо в этом году фаина вот она отцвела. будет уже средний урожай. Но будет. Вот. Все-таки в этом году это не лучший сезон для культурных абрикосов. После того сумасшедшего прошлогоднего урожая на некоторых мало цветов на некоторых средний. Молодежь ой пофигу смотрите. Молодежь цветет как хочет. Вон глядите. Вон глядите. Видите? Если видно. Вот. А взрослые деревья ну ведерко даст не больше. Вот. И тут же я все равно в любом случае использую не для перепрививки нет для испытаний новых сортов. Вот смотрите. Я же ничего не путаю. Прижилась прижилась. Сейчас пока не снимаю жары еще нет. Вот. Вот это под вопросом. Нет. Вот она жива жива. Вот. и может дождусь телеканал консультант садовода тогда при них буду снимать. А вот здесь я забыл одеть пленку. А для меня это очень важно. Ой как я забыл. Ой 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 спит мертвым сном чуть не может даже мертвая. Вот это две большая разница. Обязательно пленку вот так укрывайте. Ну-ка здесь посмотрим. О видите я не болтун. Тоже груша но жила здорово. То есть здесь у меня прививка пошла. Поздравляю сам себя. Вот а здесь все новые сорта новые сорта все новые сорта. Вот у меня вот спросите что это такое. Я стараюсь не подходить не глядеть ждать плодов как чудо. Берка есть есть а я все равно не гляжу что на ней. Я несколько берок показал только из-за вас друзья. Ну ради вот этого как его назвать ради этой съемки. Вот это яблоня медовая вот еще одно забыл пленка этой накрыть мешочком ну ка жива не жива железов стареем брат вторую мешочком забыл третью забыл закрыть мешочком а это все та же ой ой только две ладно чтобы еще вам показать и закончить и закончить нет все а еще покажу пару этих самых вот они самые настоящие колновидные яблони я их называю псевдо колновидными обратите внимание что происходит стоит только веточку взять видели и после вот этой черты когда я вот эту веточку отрезал сильно просили больше не подхожу ни на одной ни одной веточки ни на одной ни одной веточки все фу 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 не увидите ни тут ни одной вот после этого еще раз не режьте если только крайняя необходимость не режьте пожалуйста вот моя лучшая колновидка вот три ведра давала в этом году опять все в цвету видите вот смотрите на нее ну вот какая есть все друзья мы закончили обход наша песня хороша так еще есть разговор но это будет на другой фильм потому что прошло 28 минут 40 секунд а через 35 секунд она становится сама ну и ну вот как же не показать вот эти огромные деревья посажены косточками в 2015 году господи тут 4 человеческих роста больше уже вот все наверное все жаль расставаться но на сегодня все друзья дела дела есть много дел вот как это было есть много тайн гораться понятия что недоступны нашим мудрецам вот такие дела еще раз полюбовались вот это Украина ничего посмотрим что будет дальше первый урожай был разочаровал плоды мелковатый так разочаровал с косточки чего ждать но не дикари но запомните что я показывал вот это деревья вот это вот это вот это вот это мудрецам